Ракетный удар по Сирии международной коалицией США, Британии и Франции не привел к человеческим жертвам, говорится в специальном заявлении командования сирийской армии. На данный момент известно о как минимум трех пострадавших, а во время ракетного удара армия соседнего Сирии и Израиля была переведена в повышенную боевую готовность. Наш собственный корреспондент в Израиле Сергей Услендер следит за ситуацией. Израиль утверждает, что удары, нанесенные по Сирии, являются следствием нарушения Дамаском красных линий, ранее обозначенных президентом Америки Дональдом Трампом. Об этом сейчас пишут все местные СМИ со ссылкой на анонимные дипломатические источники. Официальные представители МИДа от комментариев пока отказываются. Сам Израиль в этой атаке не участвовал. Здесь сосредоточились на охране своих рубежей. ВВС Израиля приведены в состояние повышенной боеготовности. На данную минуту обстановка на израильско-сирийской границе достаточно спокойная. Как сообщалось ранее, бомбардировка началась в 4 часа. Американские корабли выпустили по целям в Сирии ракеты «Тамагавк». Чуть позже к атаке подключились истребители ВВС Великобритании. Они атаковали с Кипра. Официальные представители Белого дома и Пентагона говорят о том, что атака была направлена исключительно против объектов, против сирийских объектов, связанных с химическим оружием. Очевидно, что режим Асада не внял предупреждениям, полученным в прошлом году. На этот раз наши союзники и мы стали сильнее. Вместе мы направили четкое сообщение Асаду о том, что он не должен совершать еще одно нападение с химическим оружием, за которое они будут привлечены к ответственности. Сирийцы утверждают, что удары своей цели не достигли. Большая часть ракет была перехвачена и сбита. Причем исключительно силами сирийской ПВО российские военные в отражении этой атаки не участвовали. В Белом доме подчеркивают, что удар был одноразовый, но если атаки с применением химического оружия продолжатся, то сразу же последуют ответные меры. Это все, что у нас есть на данную минуту. Мы продолжаем следить за ситуацией.